приветствую вас на своем канале и сегодня у нас будет такое с вами необычное видео мы с вами будем не вышивать из атласной ленты мы с вами сделаем вот такую вот красивую розу из атласной ленты просто я тут подписывайтесь да на меня вконтакте я тут делала небольшой опрос среди моих немногочисленных там подписчиков и спросила интересно ли будет интерес ну так вот мастер класс по вот такой вот розе и как бы они там немного проголосовало конечно но они все сказали да да и мне как бы хочется поделиться с вами вот такие вот такой красивой розы делается она очень просто в россии у нас сейчас преддверии 8 марта вы можете сделать ее быстренько для своих любимых родных близких и для нее нам понадобится лента 5 сантиметровая она нас 5 сантиметров шириной цвет ленты который вы хотите цвет розы то есть это у нас роза будет и такая же нам нужно с вами будет зеленая темно-зеленая светло-зеленая то есть тот как зеленый цвет какой вы хотите чтобы ваши рози нам для него также понадобится карандаш зажигалка нам понадобится линейка нам понадобится швейная игла с с ниткой в цвет нашей ленте но если у вас нету в цвет нашей ленты то ничего страшного потому что лента у нас с вами собирается и мы и нитку будет принципе не видно также Также нам понадобятся ножницы. Если у вас есть магазины для творчества, то там наверняка есть вот такие стержни. Называются они флористические стержни. Но если их нет, то можно взять обычную проволоку. Вот они такие флористические стержни. Они бывают разной длины. Берите длинные. Если вы хотите, чтобы ваша роза была длинной. В принципе, у нас роза 5-сантиметровая, она длинная. Поэтому берите длинные. И понадобится, если одна роза, то один стержень. И еще один стержень, мы с вами его нарежем, чтобы у нас получился... Из чего мы будем делать с вами листья. К чему прикреплять мы будем с вами листья. Также нам понадобится тейп-лента. Это тоже продается во флористических магазинах или в магазинах для творчества. В принципе, несложно найти. Можно найти также в интернет-магазинах. Нам с вами понадобятся пассатижи, чтобы нашу проволоку с вами отрезать. Нам понадобится с вами еще клеевой пистолет. Обязательно клеевой пистолет пособирать мы с вами будем на клеевой пистолет. И для начала мы с вами сделаем заготовки. После чего мы будем с вами собирать нашу розу. Берем нашу ленту для цветов, которая. И замеряем. Нам нужно будет 12 сантиметров. Вот замеряем 12 сантиметров. Таких кусочков нам надо будет с вами 19 штук. То есть 19 штук по 12 сантиметров. Это вдруг кто меня там не слышит. Что-то у меня М какая-то не русская. Вот. Так. И смотрите. Бывает неудобно вот каждый раз отмерять. Я обычно загибаю вот так вот. Вот так загибаю. Опять загибаю. И так делаю столько штук сколько мне надо. И просто потом разрезаю. Вот здесь вот по краям. И получается у меня уже заготовки. У меня они уже просто заготовлены. После того как вы сделали 19 заготовок своих. Зажигалочкой обязательно мы опаливаем все наши края. Это обязательно потому что роза будет сыпаться. Будет очень некрасиво. Вы опаливаете все наши края. Это заготовки у нас с вами для лепестков. Их мы откладываем в сторону. Берем зеленую ленту. Что ж такое? Клубок. Зеленую ленту. Зеленые ленты нам надо будет с вами сделать заготовки для чашелистника. Это вот такие. Они будут 7 сантиметров. То есть 7 сантиметров. 7 сантиметров. Их нам с вами понадобится 5 штук. И 6 штук нам с вами надо будет сделать заготовки для листьев. Их нам с вами понадобится. Вот они у нас вот такие вот. Их нам с вами понадобится 6 штук. И они у нас с вами по 4 сантиметра. По 4 сантиметра. Также нам понадобится с вами сделать небольшой кружок. То есть просто от руки отрезаете примерно. Я так беру квадрат. Отрезаете. Вот так у вас получается квадратик. И примерно вот таким вот образом мы из этого квадратика сделаем с вами кружок. Вот это у нас тоже понадобится такая запчасть. Обязательно все края, которые у нас с вами есть, мы все их обязательно опаливаем. То есть вы можете сначала нарезать, потом все края опалить. Такой кружок нам понадобится один. Один круг. Один у нас круг. Один. Так. И теперь мы с вами, значит, после того как сделали наши заготовки. Мы берем с вами швейную углу. Берем с вами наши лепестки. Теперь вам нужно определиться, какая сторона будет у вас розы. Блестящая, матовая или глянцевая. Для примера покажу вам, если вам будет видно. Не знаю, бликуют, не бликуют. Смотрите, вот эта роза сделана матовая сторона. Видите, у нее лицевая сторона матовая. Вот у этой розы, которую я вам показывала, у нее лицевая сторона блестящая. То есть вы определитесь, какую вы хотите матовую, блестящую. Если хотите, чтобы сторона у вас была блестящая, то, значит, складывайте. Лицевая сторона определились, какая. Положили ее сюда. И заворачиваем. И вот такой уголок здесь делали. Я не люблю, когда углы эти торчат, я обычно их загибаю. Некоторые не загибают. Просто вот так сгибают. Но я всегда эти уголки собираю. И также с этой стороны мы закрываем. И собираем до конца. После этого мы с вами стягиваем не сильно. Где-то вот так вот. Постараться, чтобы она стянулась у нас равномерно. И хорошо закрепить. Прям хорошо-хорошо ее прошить. И отрезаем. Так. Вот такие штучки мы делаем с вами все-все-все. Мы собираем с вами. Еще раз повторюсь, определитесь, какая у вас будет сторона матовая или лицевая. У меня будут цвета глянцевые, блестящие. Если вы хотите наоборот, то вы загибаете, значит, другую сторону листья. Сделали 19 штук таких лепестков. Кружок у нас с вами уже сделан один. Далее нам надо с вами будет сделать листья чашелистника. Я обычно беру сразу все вместе пять этих отрезков, сгибая пополам. Хорошо вот так променять внизу, чтобы они у нас с вами не гуляли. Держите рукой и вырезайте вот такой примерно формы. То есть у нас здесь с вами должен быть такой круг, а здесь у нас с вами должно уходить вот таким вот образом. То есть получится должно у вас что-то примерно вот так. Вот вы вырезали. Далее нам надо будет с вами зажигалкой. Еще раз напоминаю, зажигалкой мы делаем не над пламенем, а как бы сбоку. Тогда у вас не будет чернить лента. Мы с вами вот так вот опаливаем край. Вот этот вот край. Вот этот вот край. Далее нам надо будет с вами согнуть посредине. Как бы прогреть ленту немножко и прижать пальчиками. Не сильно, не близко. Просто прижать. И теперь у основания здесь вы не обрабатывали край. Вы делаете небольшой вот такой складочку. Вот так вот. Загибаете немножечко. Буквально несколько миллиметров. И прогреваете и вот так вот пальцами прижимаете. Если боитесь пальцами, есть специальные щипчики, можете с щипчиками. Так вы делаете все шесть наших заготовочек. О, шесть, пять. Пять заготовок. Мы все с вами делаем их таким образом. И откладываем в сторону. Вот мы пять с вами сделаем. Круг у нас с вами есть. Пять таких заготовок есть. Остались нам с вами сделать листья. Чтобы потом с вами просто собирали. И уже не отвлекались на все остальное. Складываем так же. Я обычно все пять, их шесть складываю вместе. Здесь нам надо будет с вами вырезать такой овал. Овал. Вот так. Желательно, чтобы мы срезали с вами эту краевую краю. Край. Обычно они у меня ровные. Вот так. Вот такие должны у вас получиться. И так же мы с вами будем делать. Здесь немножко по-другому. Мы с вами так же будем обрабатывать край. Так, кошка пришла. Так. И вот так вот загибать. Видите, получается. То есть мы прогреваем. И сразу же загибаем. То есть где-то один край на три раза. Так. Не торопитесь. Потихонечку. Так. И. Боком пламени обязательно. Не верхом. Вверх очень горячий. И лента будет у вас черного цвета. Гореть будет. И также здесь серединку мы с вами прогреваем. И пальчиками придавливаем. Получается у нас с вами шесть вот таких вот заготовок для листьев нашего цветка. У нас их с вами шесть штук. Должно быть. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть. Все. Вот у нас с вами шесть заготовок. Готовы. Значит, готовы у нас эти заготовки. У нас есть заготовка круг. Заготовка для этих лепестков. И наши лепестки 19 штук. Теперь мы с вами это все откладываем в сторону. И берем клеевой пистолет. Значит, далее берем с вами стержень флористический. Или это может быть обычная проволока. Мы потом все равно с вами ее тейп-лентой обработаем. На краю с одного края вы делаете вот такую петельку. Если вам сложно делать руками, делайте это пассатижами. Делайте вот такую вот петельку. И начинаем с вами собирать нашу розу. То есть собирать мы будем вот стороной, получается, которая внутренняя у нас будет вот эта часть. И, значит, краешек мы с вами будем мазать клеем. И за первый у нас с вами будет вот такой. Мы с вами его закрутим. То есть промазали и хорошо закрутили. Вот так. Вот. Подержали пальчиками, чтобы у вас все прихватилось, все держалось. Далее мы будем с вами собирать по кругу. Смотрите, чтобы лепестки не накладывались один на другой. То есть чтобы они у вас были в шахматном порядке. То есть если у нас с вами здесь бугорок, этот у нас с вами будет как-то вот так. То есть когда собираете, вы просто смотрите, чтобы роза у вас получалась красиво. Хорошо мажем и собираем. Вот это у нас второй с вами такой будет. Опять подержали, чтобы оно у вас хорошо держалось. Мажем. Вот так. Вот видите, как у нас получается с вами. То есть вы должны... Сейчас достану эту розу. Видите, у нас лепестки, они как бы находятся в шахматном порядке все. То есть таким вот образом мы с вами сейчас будем собирать. Можете мазать сам лепесток, можете мазать непосредственно цветок. Кому как удобно. Просто если вы мажете сам цветок, потом надо будут эти края вам подмазать и подклеить. И опять подержали. Теперь мы будем с вами здесь делать лепесток. Вот так и опять подержали. Далее я собираю, когда я собрала такую небольшую серединку, я начинаю его собирать вверх тормашками. Потому что так мне видно, где у меня не прикрепляются края ленты. Я их сразу подклеиваю. Ну и вообще так получается роза пышнее, чем когда вы ее собираете той стороной. Так, и мы будем с вами собирать. Еще обратите внимание, чтобы вы не стараетесь все лепестки приклеить как бы у основания. То есть у вас должны лепестки расходиться. Видите, я не пытаюсь их в середину все. То есть каждый лепесток у меня отходит от середины. То есть вот обратите внимание на эту розу. Видите? То есть я не пытаюсь их все близко-близко к центру. Они наоборот у меня все расходятся. Таким у меня получилось как бы внутри такой вот как воронка получается. Эту воронку мы потом с вами заполним клеем, чтобы у нас с вами вот этого вот не было. Чтобы наша лента с вами, проволока наша не гуляла в ленте. И мы так с вами собираем. Да, обратите внимание, мы всю ленту не пытаемся с вами. Еще раз повторюсь, в центр ее. То есть мы собираем, но как бы оставляем в центре место. То есть каждый ряд у нас будет. То есть вот так вот мы с вами будем. Не пытайтесь туда, не надо вот так вот делать ни в коем случае. Вот, оставляем место, чтобы роза наша уходила вширь. И собираем и так с вами до конца. В принципе вы поняли? У нас с вами остается, смотрите. После этого у вас остается вот такая вот, должна получиться вот такая вот роза. В середине у вас, видите, вот такая вот происходит ерунда. Вы не пугайтесь, это нормальная ерунда. И вы вот эту вот внутренность заполняете клеем. Он у вас застынет и будет хорошо. Заполнили с вами цветок клеем наш. Видите, у нас теперь у нас не ходит ходуном. У нас теперь плотно с вами сидит в нашем стержне. И теперь мы с вами прикрепляем чашелистники. Чашелистники, раз у нас цветок блестящий, значит мы прикрепляем блестящей стороной. Если у вас был бы матовый, вы прикрепляли бы другой стороной его. Здесь ничего сложного нет. Мы с вами просто намазываем клеем и приклеиваем поближе к центру, вплотную к нашему стержню. Мы приклеиваем пять наших листьев по кругу. Теперь нам понадобится кружок, который мы с вами делали. Примерно в середине, если вам сложно определить где середина, то согните вот так и вот так. Здесь промните и вы узнаете, где у вас центр кружочка. Вставляете нашу проволоку, она легко проткнет ленту атласную. И опускаете наш кружочек вниз. Нам нужно закрыть с вами это вот некрасивое место, то что у нас с вами есть. И мы с вами промазываем клеем, опять же, и хорошо заклеиваем. И мы с вами хорошо проклеиваем. Также нам нужно будет с вами проклеить вот эти места мы с вами проклеим. Обязательно, чтобы у нас с вами не болталось ничего, не было видно то, что у нас с вами там приклеено. То есть вот эти места мы все сами, то что где у нас тут лепесточек с вами отошел, мы с вами обязательно вот так вот проклеиваем по кругу, убираем всю эту нашу, всю нашу работу, которую черновая наша, мы ее с вами прячем. И с этой стороны. Как мы закончили с вами с розой, мы переходим с вами с бутоном розы, и мы с вами переходим к нашим листьям. Для этого нам понадобится стержни порезать. Где-то нам понадобится от сантиметров 11-12, стержня сантиметров 12-11, то есть не больше. И нам нужно будет с вами наши листья, которые мы с вами уже сделали, нужно с вами будет приклеить на наш стержень. Сделать надо это максимально аккуратно, потому что нам с вами это никак не скрыть. И аккуратно мы с вами это приклеим. Клеим буквально по чуть-чуть, по капельке, и мы с вами аккуратно приклеиваем. Можете приклеить, как у меня, по три лепестка на стержне, можете по шесть лепестков. Я обычно делаю по два яруса листьев, вы можете сделать по два-три. То есть здесь уже фантазируйте сами, как хотите. И делаем мы с вами таких два. Две заготовки с листьями. И все, что вам сейчас останется с вами, это собрать нашу розу. Вот мы с вами делаем две их. И берем нашу розу. Края мы с вами все обработали здесь. Листья мы все посмотрели, подклеили, где у нас с вами что торчало. Здесь мы с вами тоже все подклеили, у нас с вами ничего не торчит. То есть, видите, все, у нас не видно с вами ту изнаночную сторону, с которой мы с вами работали. Смотрите, есть ли у вас необработанная проволока. Вы берете тейп-ленту, которая для флористов. И с самого начала вы просто обматываете. Обматываете, обматываете. Здесь нет ничего сложного. Просто крутите, крутите наш стержень и мотаете. И уже определитесь, на каком расстоянии вы хотите, чтобы вас были листья. То есть, я хочу, чтобы один у меня уже здесь был. Значит, мы его вот так вот загибаем. И даже, наверное, чуть-чуть покороче. Вот так. И приматываем. Хорошо, приматываем его. И доходим. Я обычно обычно дохожу до конца этой проволоки. И делаю второй ярус. Второй лепесток. Вы можете сделать больше двух. Просто, когда больше двух, они, поскольку это проволока, она не сильно загибается. И они плохо вставляются в вазу. Обычно два лепестка достаточно. И так мы с вами сделаем до конца. И до конца мы с вами закручиваем. В конце обычно бывает тейп-лент и не очень качественно. Бывает хорошая и не нуждается, чтобы мы с вами внизу ее подклеивали. Но я обычно, на всякий случай, всегда снизу вот дошли до конца. Она рвется легко. Закручиваю здесь. И обычно краешек, уж на всякий случай, для своего спокойствия, я обычно подклеиваю. Хотя она и так держится. Но мне так спокойнее. Я подклеила, и я уже знаю, что он мне никуда не денется. Получилась вот такая носомироза. Чтобы она, роза у нас, говорят, не бывает прямая. Мы с вами ее можем немножечко так вот стержень изогнуть. Вот так, по вашему желанию. И получилась с нами вот такая вот красивая роза. Вот. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Подписывайтесь на меня вконтакте. Потому что там я иногда выкладываю какую-то информацию. И буду рада вас видеть в следующих своих видео. Мы с вами уже, конечно же, будем продолжать вышивать. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.